МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В целом критично оценена деяность службы «Адно окно». С больше, как ста продугледженных законодавством администрационных процедур тут, звычайно, не реализуется и полова. Подробности в нашем наступном выпуске. В субботу, восьмого дня, в Беларуси протягнутся работу промы телефонной линии. В нашем регионе на питание граждан будет отказывать старшиня Гомельского облаконкама Владимир Андреевич Дворник. Номер телефона промой линии 75 12 37. Звонки прымают с 9 до 12 годин. Параллельно промую линию проведет старшиня Гомельского гарвы конкама Петр Алексеевич Кирыченко. Звернуться можно по номеру телефона 75 19 84. Эки зауседы по субботах прымать вороты грамадзян будут в районных администрациях и рай в Иконкамах. На двор я сприяю борцы у Раджаеву Гомельской области. По информации на сегодняшнюю ранницу, господарки региона с 270 тысяч гектаров намолотили омаль 760 тысяч тонн сбожа. Лидером з'является Рэшевский район 73 с половой тысячи тонн. На другим местам хлеборобы Добрыжского района. Их отставание от лидера усягу некольки тысяч тонн. До Рэшев-Добрыжским районе самая высокая урожайность 38 центнеров с гектара. Крыху нижейший покашек на Ветковщине 36 центнеров. Абсолютными лидерами сярод комбайнеров, яку в области, так и у целым по краине, з'являются работники агрокомбината «Хулмеж» Рэшевского района. Василь Коваль и Виталь Ильев. Некольки тыдня у тому, яны першими намолотили тысячу тонн зерневых. Зараз у их активе уже больше за три тысячи. Задание по вводу жилья у Гомельской области в першем поугодзе перевыканано омаль на 50%. Як поведомили у Комитете по архитектуре и города-будауництва облвыконкама, все лето у регионе уведзено у эксплуатацию 297 с половой тысяч квадратных метров жилья. Ах, это на 50% больше, чем заплановано. Таких показчиков отрималося досягнуть за кошт по величине объемов будовництва за делом уластных сродков грамадзян. В буйных городах региона за шесть месяцев уведзено у эксплуатацию омаль 180 тысяч квадратных метров жилья. Огульная площадь индивидуальных жилых домов, побудованных у першем поугодзе, склала 95 с половой тысяч квадратных метров. До инших тем, каля 500 автомобилей уже хороу региона, с початку года проверили супрацовники подразделения Державного комитета судовых экспертиз по Гомельской области. Метод таких доследований – установление соправностей идентификационных номеров, а отповедной легальности походжения самого автомобиля. Головный объект доследования – так званный ВИН-код, уникальный номер транспортного сродка, в котором получается информация про его творца, характеристики годы выпуска. Данный вид исследований необходим людям для того, чтобы люди могли удостовериться при производстве регистрационных действий автомобиля, что именно этот идентификационный номер соответствует номеру в технических документах, при перепродаже, чтобы удостовериться, что он не подвергся видоизменению, коррозии, чтобы не было каких-то ситуаций непонятных при пересечении погранпереходов, а также про прохождение технического осмотра автомобилей. Как продать украденную машину, злочинцы разными способами знишают оригинальный ВИН-код, а замест ягона носят фальшивы. Неприемный сюрприз, шакая нового господара, який, купляючи авто, ни про что не здогадывается. Наибольшинство в прошлые годы такие ситуации возникали летость, когда в Беларусь хлынул поток иншамарок с России, у основным «потрыманных», у некоторых из них выявлена криминальная минулая. Высытляется гэта при спробе уладальника поставить автомобиль на улик. В прошлом году к нам на экспертизу поступило свыше 700 автомобилей, в этом году эта цифра уже приближается к полутысячи, в 10% нами устанавливается изменение маркировки, и дальше результаты экспертизы направляются инициаторам для проведения дальнейших следственных действий. Наши глядачи по четвергах чекают разминку для разумных и знаходливых. Черговый выпуск викторины для школьников «Ерудит-пятерка» выйдет сегодня у 18.25 на телеканале «Беларусь-2». Шостий сезон школьники региона шлифуют у студии телерадиокомпании «Гомель» веды, отриманные за партами. Меж тем, главная задача проекта «Ерудит» с тягом часу не изменилася. На здымочной плясовце демонструется доступность ведов для кожного и привабность в учебу как процесса. Сегодня у Гульцов «Ерудит-пятерки» опошний шанс пробиться в финал молодшей серии. В интеллектуальном поединке сострянутся команды 46-й гимназии «Мя Блеза Паскаля» и Гомельского державного областного палаца творчества для целей молоди. Глядите новый выпуск «Ерудит-пятерки» на телеканале «Беларусь-2». Сегодня у 18.01, 25 хвилин. Летняя пора, час подорожа и открытия. Адметно, что в сусветно-вядомых маршрутах немало кропок, размешанных на карте Гомельской области. Одна из таких – везка Губаревича в Хойницком районе. Какая незвычайная зъява тут отбылась и чему везка стала местом паломництва, доведалась Акатярына Жданович. Три годы тому у отелянную везку Губаревича Хойницкого района, где засталось только семь коренных жахару, началось соправдное паломництво. Люди за сотни километров приезжали сюда кап стать святками незвычайной зъявы. На зрезе древа на четырехметровой вишени выявился нерукотворный вобраз. Лик Богородицы с немаулем. Першими отсюда убачили мясцовые старожилы. На их думку, это место было обрано не выпадково. Вот такая церковь была близко. Найшла место, думаю, я сяду тут на этом месте, а люди поглядают. И саправды, история свечить. У 1938 годе вязковую церкву разбурыли. Мясовые жахары запеунивают, у этой церкве находилась отсюда творная икона Божьей Мати, якая по слябе следно зникла. Миновата ее контур и проявился на 100-годовом вязе. Место провели у парадок и у пригожили и Сеня сюда не стихая поток паломников. Приезжаете, глядясь, и сам батюшка казала, что это великое дело, это на таком деревне, чтобы это мысло Божьей Мати. Что помогает, люди приезжали. Даже вот перед нами приезжала с дочатком сюда. Я скажу, я сколько-то году жила и не беременела, а приехала сюда к дереву. Побывали дерево и уже забеременела и приезжала, и вот это моя дочатка, я родила дочатка. Помогаю барадокам, помогаю, кто достойен. Приклады увеличения от хворобы у Нямала расповедают мясовые старожилы. Усюгэта на их вачах отбывается. Так, гэта тянет, сказать, складанна. Але раз протягивают, приезжать люди до древа, усюж таки вера у цудотворную мод с мясовой святыни напевна застаецца. Катерина Жданович, Сергей Лукашук, телерадиокампания Гомель. Идинавина у спортивного життя региона. Завтра у Беларуси стартует хоккейный сезон. Традицейно открывая гульнявый год Кубок Руслана Салея. У делу турниры приемают два представники Гомельской области. Хоккейный клуб «Гомель» и «Жлобинский металлург». На первом этапе команды сгуляют в разных подгрупах. Сталевые вауки, первый марш Кубка краины, проведут на свою пляцовце. У Жлобин приедет новичок экстралиги, открытого чемпионату Беларуси по хоккею «Динамо Бабруйск». Гомель открыл турнир выездным поединком супрать хоккейного клуба «Брест». Поболеть за свою команду Гомельским ледовым палацем аматоры хоккея из областного центра смогут у ближайших понеделок 10-го жнюня. У первом домашнем матче в огненной рысе загуляют с хоккейным клубом «Витебск». Новины региона, информацию о проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете знайти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. У студии працавал Александр Гамоля. Добрых вам новинов и до встречи в эфире.